добрый день многоуважаемые сегодня 30 января 2016 года по многочисленным просьбам моих уважаемых подписчиков я снова в лесу долго собирался в данный поход но вот выбрался погодка выдалась превосходная даже можно сказать аномальная для зимы сегодня в данный момент температура воздуха где-то примерно 46 градусов тепла вот этот поход решил назвать январьским так как еще он вар на дворе но завтра уже будет февраль вот посвящаю данный поход моим многоуважаемым подписчикам он будет весь и полностью посвящен только вам мои многоуважаемые так но теперь данный момент нужно нам найти место для оборудования лагеря и все по плану ну вот вроде как определились местом сейчас поставим палатку вот здесь вот между этими двумя сосенками и натянем тент данном месте будем разводить костерчик которым будем готовить кушать а а а Оборудовали место, теперь нам нужно будет развести костер, здесь подготовим место Для костра, как обычно, нашей лопаткой, уже промелькавшейся в моих видео Я думаю, здесь где-то будет удобно, хотя зима и не холодная, но зима еще достаточно мерзлая Поэтому снимем только верхний слой кострицы И можно будет не волноваться за то, что начнется какое-либо возгорание и тому подобное Меня часто в комментариях управляют Вот зачем тебе тент, купи двухслойную палатку Ты неправильно сделал то, ты не сделал этого Вы знаете, во-первых, я хожу в походы для души Я не выживальщик, не устаю об этом повторять Я скорее профессиональный любитель активного отдыха Поэтому не осуждайте уж строго так Уже как мне нравится, так я отдыхаю, извините, конечно Но так и есть Я беру только то, что комфортно мне И без чего я чувствую какой-то дисбаланс Ну а больше мне не нужно И меньше тоже Подготовим место Вот, я думаю, да будет достаточно Ну, теперь насобирать хвороста Набрать бересты И потихоньку начинать распаливать костюм Вот я набрал тут уже бересты Правда, она немного влажная, ничего страшного С моими спичками, я думаю, сумеем распалить Долгое угорение Сейчас налаживаем настил из сухих веток Вот так Таким вот образом Ножик, кстати, сегодня У меня с собой Мора Мора 2000 Вот, тоже отличный ножик А решил его сегодня взять с собой Ни разу не подводил Сейчас Ломаем Настил Выложим Так как земля мерзлая Не то, что влажная Мерзлая Поэтому Это быстрое решение Разгорание Нам необходима будет Сухая поверхность Так Дальше По возможности Расщепляем бересту Вот так Зарыхлить ее нужно И сегодня я хочу провести Маленький эксперимент Вот такой вот фейерверк Цветного огня У меня не получилось Его запустить Поэтому Используем Не выкидать же Используем его Для распалки Попробуем Что у нас получится Вот Вот такие вот Шайбочки Как бы Правильнее их назвать Уложим сюда Да На эту картонку И положено Вот так Ну и наверх Наши Сухие веточки Так Ну и поджигаем Уже стандартными Спичками Моими любимыми Следопыт Охотничий Либо Следопыт Длительного горения Сейчас Проведем Такой вот Небольшой эксперимент Что у нас получится Как можем видеть Этот Фейерверк Даже не горит При Открытом огне Вот такая вот Как бы Это культурнее сказать Подъемка Свиняет за мат Ну ладно Не горит Да не горит Береста Слава Богу У нас есть Разбирается Отлично Хоть и сырая Сейчас будем Подглаживать Потиху Тоненькие Веточки Постепенно Все толще И толще Благо деревьев Сушняка У нас здесь Вокруг хватает Поэтому В этом Нажды не испытываем Ну вот Как видите Началось Возгорание Отличное Так Ну вот Наш костюльчик Там Разбарен Поэтому Можно потихо Выступать За Наши Пульварные Розетки Сегодня У нас Меню Рис Вот такой Вот рис Мелкий И Крылышки В маринаде Крылышки Пожарим На Сампурах На углях Вот Пока повесим Котелок Наберем воды Два Два Литра воды Как обычно Хватает Одному Человеку На сутки Ну конечно Если экономить Немножко Четверть Котелка Достаточно Думаю Будет Вешаем На костер Пускай греется Вот так Но пока Нарежем колбаску Да Я забыл Упомянуть У нас Меню Еще Будет Вот У меня Еще Второй Пакетик Есть На видео Поэтому Вышло Из головы Немножко Забыл Повязал Повязал Так Порежем Помидорчик И Также На шамфурах Пожарим На костре Колбаску Как и В прошлом Походе Золотом Мне Очень понравилась Жареная Колбаска На костре Солярье Вот Заодно Испытаем Ножик Бора 2000 Для начала Повяжем Помидор Отлично Режет Ножик Рез Очень Агрессивный У костра Все-таки Хорошо На природе Будто Зима Будто Лето Не важно Помидор Помидор Порезали Сейчас Выложим На пакетик И Порежем Колбаску Сегодня Колбаска У нас Бессортовая С салями Беловежская Такая вот Колбаска Белорусская Свинина Свинина У нас А птицы Шпик Также Неплохо Режет И колбаску По продуктам Этот ножик Конечно Себя Показывает С положительной Стороны Да В принципе Все Наверное Ножи Мора Отличное Качество Превосходная Сталь Шпик ОК Сталь Белорусс Четверк Морозу Режет Белорусс Морозу Церковь Эут Шпик Окол Эта Эта Белорусс ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот наша кашка готова, можно снимать. Ой, заготавливаю дрова потихо. Так. Вот наша кашка. Как можно видеть, прекрасная. О, просто замечательно. Пожарил клубаску. Ну, ещё остаётся у нас пожарить наши крылышки. И можно считать, что ужин уже удался. Так, ну, дальше пойду заниматься заготовкой на ночь дров. Я думаю, ещё немножко и должно хватить. Наш костёрчик горит. Прекрасно. Вот, дождёмся угольков и уже на шампурах, на углях. Приготовим наши крылышки. Хотя, думаю, ещё немножко позаготавливаю и надо будет покушать. Да, так и сделаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пора ужинать Попробуем нашу кашку Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж будем пробовать Вот клавиш Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Дальше но это просто просто сказка ребята обалдею, просто обалдею серьезно полностью приготовились, не подгорели, не сырые, ну просто идеально, я не знаю как еще охарактеризовать этот вкус все ребята, агитирую серьезно, бросайте ваши диваны, бросайте ваши телевизоры вот, вот настоящая жизнь, вот настоящая сказка ну как еще вам объяснить это, не знаю сейчас только горит, горит хорошо покушали на сегодня дров заготовили, на ночь, я думаю должно хватить а в принципе, кажется не хватит, в спальнике тепло будет, да и на ночь передавались прессовать температура вот сейчас повешу перчаточки сушить вот так что еще можно сказать ну на сегодня план выполнен сделали несколько тестов потом будете смотреть на моем канале вот покушали хорошо приготовили ужин как обычно все удалось я считаю да, пока не забыл хочу передать привет им у меня тут небольшой список но прежде всего в первую очередь хочу передать привет Артему Кузнецову из Екатеринбурга он блогер мой хороший знакомый, товарищ и друг Артема, здорово дерзай так же, а дальше продолжай в том же духе, ты лучший, братан вот дальше хочу передать привет моим подписчикам нескольким вид 9668 большой привет Татьяна Гордеева Александр Игнатов мы переписывались в комментариях очень хорошие люди так же ходят в походы вот но я еще раз повторюсь Артем Кузнецов вот у него свой канал на ютубе называется моё оружие ссылочка будет в описании всех этих людей каналов так что заходите смотрите я думаю будет весьма интересно ну вот мы в палатке отдыхаем здесь заряжается мой мобильничек пауэрбанка светит мой фонарик точнее светильник здесь стоит рюкзачок вот вот коврик подушечка спальничек здесь лежит вот ну и соответственно я лежу весь такой передаю всем привет всем моим подписчикам не забывайте смотрите мой канал будет много всего интересного ну пока отдыхаем наработались поработали хорошо что я считаю вот можно отдохнуть ну что-то я продрог ребята такой ветер поднялся нешуточный пошел подбросил в костерчик дровишек и залез в спальник уберцы мои вот не по-детски стало что-то холодно но спальники прогрелся отлично все-таки теплый спальник отличный ничего не скажу ой хорошо в нем уютно вот ну костерчик вроде бы горит потому что был потух ненадолго вот ну все лежим отдыхаем теперь сейчас наверное может дремлю немножко время у нас 19 50 вот так что подремлем а может и не буду дремать но посмотрим по обстоятельствам ну по крайней мере еще включусь вот такой вот казус случился у меня сдулась моя подушка дубная не знаю почему ну где-то пропускает воздух вот лежал я лежал в спальнике вот короче вот так вот получилось так что я хотел еще сказать вот хотел передать привет также моему родному брату Андрею он также является моим подписчиком и своим родным жене отцу матери так как они также смотрят мой канал будут смотреть и этот поход большущий привет я вас люблю всех вот завтра буду дома вышел подбросить костерчик сейчас мы это сделаем вот как занялся благо дров заготовил достаточно вдоволь так какие тут перегоревшие подбросим вот так подбросили палаточка моя сейчас еще посижу немножко ночного костра вот как видите ночь на улице точнее в лесу ну абсолютно ничего не видно в принципе тут нечего даже снимать ладно подбросил еще немножко и пойду наверно вздреману время сейчас сколько двадцать двадцать один пятнадцать пятнадцать минут десятого вот ладно сейчас да подбрасываю пойду вздреману наверно не знаю включу сегодня не включу сейчас ничего интересного не будет наверное включаться не стоит доброе утро много уважаемые сейчас шесть часов одиннадцать минут тридцать первого первого 2016 утра ночь дул сумасшедший ветер вставал где-то часа три наверное уснул примерно в одиннадцать на этого лежал музыку слушал там по телефону вот сейчас начался дождь снег мог не знаю что там если слышно падает вот полежу еще часиков восьми наверное как светит тогда пойду там костер совсем погас я уже подбросил ходил по нужде вставал полчаса назад не знаю разгорится не разгорится еще пока не здесь если что потом придется разжигать вот там по обстоятельствам дождь не дождь буду собираться у меня плащ есть дождевик вот расцвет где нибудь часов девять может чая попью еще буду потихо собираться девять часов двадцать четыре минуты костер потух сейчас разведем одел свой бушлат так как моросит небольшой дождь шапку теплую вот сейчас разведем костерчик немножко посидим будем собираться упаковал здесь спальный мешок спальник свой куврик потиху собираюсь моросит такой небольшой дождь вот ну и все и будем выдвигаться потиху собрался вот мой рюкзак уже собран как видите если честно сегодня хоть по времени и десять часов ровно ну все равно сумерки такие вот не знаю видно это на камеру не видно наверно дождь будет небо затянуто серое серое поэтому нужно будет уже выдвигаться сейчас одену рюкзак тогда еще с вами поговорим немножко по пути вот такое место отлежал здесь видите везде все сырое здесь сухой такой пятак ладно сейчас один рюкзак как ни странно кстати чуть не забыл воды осталось еще сколько четверть бутылки оставшуюся водой залил костер присыпал вот так землей сейчас еще подсохнет это все и просыплет окончательно вот ну что ж будем выдвигаться теперь домой вот мой велосипедик заждался здесь меня поехали ну действительно если бы не знал что еще сейчас утро подумал подумал бы еще смеркается ну я считаю походик удался наш разочаровала только одна подушка топор отличный вот как видите он здесь заезжал по нему мы пойдем так на дорожку вышли здесь по этой дороге в принципе автомобили не ездят следов не видно а вон там мой дымится костерчик но этот недалеко километр где-то от цивилизации сегодня пошел далеко не идти так как поздно вышел точнее вчера вышел после обеда надо было еще место найти подготовиться успел да и ладно вот топор меня конечно хорошо приятно удивил врубают деревья как видите как видели даже диаметры около 20 сантиметров этот это пятка на конце рукоятки просто супер топор никогда не оборвется хоть рука и стала вот за нее держится что еще можно сказать ну следующий поход не знаю когда планирую наверное весной скорее всего зимой уже это и не пойду так что чтобы были в курсе ну а так будем конечно же ходить походы проводить тесты обзоры в планах приобретения газового пистолета разрешение у меня есть я получил недавно вот так что будете смотреть на канале ну включусь еще когда наверное на дорогу выйду вот тут следы такие свежие не свежие не знаю и собачьи волчьи не знаю вот по моему следу идут ну как видите мой след и только в обратном направлении может может и вчера проходил какой собака или кто тут волков тут в принципе мало рисы но это на лисе следы не похоже вот решил показать вам и вот тропа поворачивает направо ну такая вот тропа вот аж туда пошла углубь леса из этих следов тут не один он был да вот как раз таки оттуда она и шла и шел и вот туда поверну повернули следов очень много целая тропа вытоптана ну вот многоважаемая выехал на дорогу точнее вышел по лесу ехать невозможно вот нам туда держи держим путь ну с вами будем прощаться кому понравилось все видео поход январский ставьте лайки не забывайте подписываться на канал всего доброго до скорых встреч